Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Многочисленные вопросы, которые мне пишут, можно ли еще посеять, не поздно ли? Я хочу ответить, что сеять сейчас еще можно. Я сама сею вот эти дни, вторую декаду апреля, буду сеять всю декаду 2 апреля, вот неделю, еще 10 дней с утра до вечера, потому что сейчас самое то время, когда нужно сеять скороспелые, ультраскороспелые и ранние сорта. Все вот эти вот, но у меня они упаковки, у меня семена свои, но пачки я вам покажу, на которых написано скороспелый сорт, срок, период 90-95 дней, скороспелый сорт 85-89 дней, а буду называть, вот льдинка, например, я буду сеять сейчас, сибирьматушка, ранние 83-83, скороспелый сорт, вот эти все сорта, их рано сеять нельзя, ляна, ультраскороспелый сорт, лимма, но это уже другой, сейчас про них тоже скажу, так, это тоже он, вот скороспелые я вам назвала, какие здесь у меня положены, дальше, кроме скороспелых, можно сеять ранние, а вот загадка, ультраранний, на них написано на всех по-разному, какой-то ранний, какой-то скороспелый, какой-то ультраранний, но все они входят, вот написано просто, очень ранний, уральский ранний, потом, вот, аббат, раннеспелый, все эти надписи, они обозначают почти одно и то же, что ранний, что раннеспелый, вот тут же идет дальше, какая надпись у нас есть, это вот раннеспелый, идет среднеранний, потом, тоже среднеранний, еще какой у нас может быть, раннеспелый, короче, везде, вот на которых написано, ультраскороспелый, скороспелый, ранний, среднеранний, их сейчас, все эти томаты, можно садить и не можно, а даже нужно, я все вот эти сорта оставляю именно на вторую декаду, или даже, не на третью декаду, а до 20, да, ну, вторая декада, до 20, 25 апреля, почему? Потому что у них очень-очень короткий срок, вегетационный, вот 80 дней, 75 дней даже есть, и если мы посеем их рано, например, в марте, у них рассада будет готова уже, в начале мая, но высадить вам ее будет некуда, потому что большинство этих сортов, они именно для открытого грунта, в теплице они не дают такой урожай, но и в теплице их большинство людей и не садит, не высаживает, почему? Потому что место в теплице займут совсем другие сорта, высокорослые, например, там, двухметровые, индетерминантные, которым нужен длительный срок для созревания плодов, а вот эти вот ранние скороспелки, они специально и придуманы для того, или для тех людей, у которого нет теплиц, или для того, у кого в теплицах совсем другие сорта, которые будут позже, а эти вот будут в открытом грунте, и не только которые будут позже, а, например, в теплице сорта растут те, которые в открытом грунте иногда даже не могут созреть, не могут дать полноценный спелый плод, поэтому мы их высаживаем в теплицу, а если вот эти сорта успешно, прекрасно вызревают в открытом грунте, то, конечно, их нет смысла садить в теплицу, а для открытого грунта мы всегда сеем попозже, вот сегодня, завтра, послезавтра и каждый день до 20-го числа я буду сеять все эти сорта на рассаду для того, чтобы потом в июне, 5-го, 10-го числа высадить их в открытый грунт. Раньше их высаживать не рекомендуется, потому что для этого, вот у нас, например, заморозки до 5-го июня могут быть, и для этих маленьких томатов укрытия сооружения никто почти не делает, они скороспелки, обычно закрывают какие-то более крупноплодные сорта, которые более нежные, а эти можно просто посадить в открытый грунт, и чтобы рассада была качественной, не переросшей, а именно в том состоянии, как она должна быть, 5-6-7 листов, и выдвинута уже цветочная кисть, но еще не цвела, чтобы она, почему не цвела, потому что если она цветет, то при пересадке цветочек может осыпаться, отвалиться, и первую кисть, самую крупную, мы потеряем, поэтому для того, чтобы рассада была именно такая, как рекомендуют специалисты, 5-6-7 листов, и выдвинутая цветочная кисть, но не расцветшая, вот сейчас посев нужно делать именно в апреле, 1-2 декабря, для всех скороспелых, ультраскороспелых, ранних, среднеранних, сейчас можно сеять, потом добавлю, какие еще можно посеять, можно посеять и те сорта, которые написаны, так, это ранние, ранние, но я сейчас не найду, наверное, у меня здесь все скороспелки, которые не скороспелые, которые не очень ранние, Но если вы устанавливаете теплицу, но не успели посеять, может быть кто-то купил недавно участок, если у вас будет теплица, то можно сеять и средне-ранние, все сорта кроме позднеспелых, потому что позднеспелые обычно они очень долго, у них большой длительный период, но вот среднеспелые, вот средний вот этот сегмент тоже можно посеять для выращивания в теплице. Обычно в теплице очень быстро они растут, они еще догонят и вы еще сможете получить в этом году урожай, так что не только скороспелые и ультраскороспелые, но и средние сорта со средним сроком созревания тоже можно посеять, но в том случае, если вы будете или в теплице, или временное пленочное укрытие, чтобы немного помочь ему догнать те посевы, которые люди делали в марте. До свидания, с вами была Ольга Чернова и разговор на тему, какие сорта можно посадить сейчас и можно ли еще посадить не только скороспелые, но средние. Да, можно. До свидания, желаю всем хороших урожаев! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова